Доброго времени суток, дамы и господа! Сегодня 1 марта, первый день весны, первый день нового месяца и стартанула новая торговая лавка. Сделав полностью всю полоску, сделав определенные поручения, мы получаем питомца под названием Бирюз. Мышка, крыска, кто это вообще? Зверек. Зверек довольно-таки красивый, интересный, напоминает немножко Роденвельт, выполнен в таком роденвельтском стиле. Это Ковенант был такой ночной народец в Шелле, и зона у него была Роденвельт. Примерно такие там были цвета, и в целом-то смотрится питомец неплохо. Прокачать его, быть может, полезно, биться им в битвах питомцев, быть может, тоже будет полезно. В этом видео поговорим о том, как быстро сделать торговую лавку, какие быстрые поручения имеются, с целью того, чтобы получить кучу торговых жетонов, с целью того, чтобы купить в дальнейшем павлина. Павлин — это маунт, который стоит 750 торговых жетонов и покупается в торговой лавке в этом месяце. А вот и он, великолепный лазурный павлин. Оседлаю его и почекаем его эмоцию. Введу команду Mount Special. Просто-напросто кричит на нас, ничего такого особенного. Драгонрайзинга у него нет, энергии мы не можем пользоваться, ведет себя как обычный маунт. Что было сделано мной, сейчас рассмотрим. Выполнение локалочек. Люблю локалки на голду, особенно под вармодом, они дают больше золота. Также локалки на полеты дают мешочек, с которого всегда падает, да, фиксированная голдишка. Дальше. Репутация среди фракций Драконьих Островов. Это всегда имеется такое поручение. Каждый месяц садим семена, юзаем баджики на репутацию, делаем локалочки, кайфуем. Улучшение предметов за Драконьи Камни. Улучшаем предметы либо на мейне, либо на твинке. Просто-напросто немножко тратим Драконьих Камней на улучшение любых вещиц. Отношения со Стражами Сна. Мы можем использовать баджики, которые получаем за викликвисты, а можем просто посадить семена на твинке. Таким образом получим кучу репутации. Драконьи Камни даются нам при прохождении ключей, при убийстве рейдовых боссов, при выполнении локалочек, при завершении каких-то викликов на репу. Убийство ворлбосса. В текущую неделю доступен Лесконот. Задания в Сурамаре засчитались автоматически. Это единственное, что засчиталось автоматически вообще, в принципе. Поэтому торговая лавка, ну, такая медленная довольно-таки. Далее, пвп локалочка. На текущий момент можно сделать Таралека в равнинах Анары и истребление в Тальдразусе. Конкретно 1 марта эти две пвпшные локалочки имеются. Дальше, что еще было сделано? 10 заданий. Задание равно локалке. И 15 пет баттлов. Мы берем своих питомцев 25 уровня и идем в главный город, Штормград, например, и ковыряем белок, кроликов, всю живность, которая там первого уровня. Питомцу 25 уровня нужно сделать всего лишь один клик с целью того, чтобы шотнуть этих питомцев первого уровня. Конечно, если просто играть в игру, то постепенно вы сделаете эту торговую лавку. Но кому-то же хочется быстро ее сделать, стоит это понимать. Если мы поговорим о каких-то других поручениях, которые имеются, которые можно сделать легкие, то это, пожалуй, заказы. Быть может, получение очков чести, выигрыши на БГшках, просто выполнение заданий, локальных заданий, прохождение ключей, выполнение викликов, хотя они у меня сделаны, уже нужно было немножко просто-напросто захолдить. Очень мало поручений, которые вообще можно сделать. Какие-то максимально неприятные, много поручений, которые залочены по дате своей, к примеру, только с 6 марта. Сейчас ты просто-напросто это не сделаешь. И их очень-очень много. Это примерно половина списка. Поэтому, если хотите сделать до 6 числа, то, к сожалению, очень и очень мало поручений, которые вообще можно сделать, которые являются легкими. Но в целом все делается. Потратил я минут 50. Поэтому делайте так же. Быть может, даже у вас получится быстрее. На этом все. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!